Фестиваль состоит из двух туров. Первый отборочный этап проходил с 12 ноября по 9 декабря в муниципальных образованиях, согласно графику. Вторым заключительным туром стал сам галоконцерт, который по традиции прошел в районном Доме культуры Родины. В фестивале могли принять участие конкурсанты в возрасте от 7 до 17 лет, в младшей, средней и старшей группе. В своей хореографии зрители покорили юные танцоры студии «Бусинки» районного Дома культуры Родины, танцевальной композиции «101 Далматинец», а также хореографический коллектив «Домовята» из Северо-Татарского Дома культуры с номером «Дор-Эми». Коллектив радует своими постановками уже на протяжении 4 лет. Мы выступаем только в районных, к сожалению, мы не можем поехать никуда дальше. Также мы участвуем в онлайн-конкурсах, там мы тоже занимаем призовые места, дипломанты, лауреаты. В районных у нас в основном лауреаты 1, 2, 3 степени. Для нас это, конечно, очень значимое мероприятие, потому что, наверное, это самое такое, когда мы можем куда-то выехать с нашего села, потому что больше возможностей никуда поехать у нас нет, а здесь большая сцена, для детей это просто большая радость, большой праздник. Ни один праздник в селе Северо-Татарское не обходится без участия домовят. В настоящее время коллектив посещает 17 человек. Заниматься танцами дети начинают с 8 лет. Руководитель хореографического объединения Юлия Овчинникова не делит коллектив на возрастные категории. Юные артисты всегда выходят на сцену вместе. Вообще у меня три коллектива, это самые такие взрослые, все остальные еще меньше. Но пока мы еще до такого уровня не дошли, поэтому нет, я их не делю. Они один коллектив и все. По итогам фестиваля были выявлены победители среди учреждений культуры Татарского района. Первое место занял МГУК Северо-Татарского сельсовета. Учреждение культуры из села Дмитриевка было награждено кубком и дипломом за второе место. Бронзой был удостоен Дом культуры Новопервомайского сельсовета.